Вопрос в том, что есть истина, а что не есть истина. Истина – это истина, а нестина – это нестина. Но для истины нужно открыть внутренний глаз. Этими двумя внешними глазами вы можете видеть только внешнее. Поэтому те, кто знают, они говорят, что бы ты не видел этими двумя глазами, это все фальшиво. Это не настоящее. А реальность, истину можно увидеть только своим третьим глазом. И когда он откроется, тогда появляется истина. И тогда вы можете быть против истины. И у нее нет никакой связи с мирскими вещами. Этими двумя глазами, обычными, они отличаются от третьего внутреннего глаза. То, что вы видите третьим глазом, не увидеть двумя. Все, что мы знаем, мы увидели этими двумя внешними глазами. Что бы они не видели, что бы уши не слышали, что бы нос, какой бы запах не воспринимал, все это мирское. Потому что эти органы чувств направлены вовне. Поэтому медитация говорит, закрой свои все внешние чувства, ощущения. Нос, глаза, уши, все закрыто. Когда энергия не выходит через эти органы чувств, внешние чувства, она остается внутри. Тогда она открывает этот внутренний глаз. Когда он открывается, тогда вы можете видеть, можете знать истину. Вот, например, в вашей жизни, в вашей обычной жизни, ежедневной. Если вы кого-то любите, любой типо любовь. Любовь к женщине, любовь к матере, к отцу, к детям. Или любовь к природе, или к чему бы то ни было. У вас, допустим, есть любовь. И вы полны этой любовью, изливаетесь ее. Слишком много у вас ее. И вы говорите, да, у меня есть любовь. Я очень в любви. Тогда кто-то спрашивает тебя. Сколько там любви у тебя? Ты можешь показать мне любовь? Ты можешь сказать, тогда ты остановишься. То, что вы не можете сказать ничего о любви. Вы знаете, что она есть, но сказать не можете. Вы знаете, что вы в любви. Даже если у вас есть любовник, любимый человек, парень, девушка, муж, жена, очень сильно любите его. И вы говорите, я люблю тебя. Я люблю тебя так сильно. А она спросит, ну, сколько сильно? Покажи. Скажи мне. И вы не сможете сказать. А что нет никакого средства измерения. Вы просто можете сказать, что у меня есть она. Что я знаю, что она у меня есть. И если другой человек может почувствовать, то хорошо. И также он не может почувствовать, сколько ее у тебя. Как сильно ты любишь. Зависит от чувствительности другого человека. Если он более чувствительный, он будет чувствовать именно тот поток, который ты истекает из себя. Если он не чувствительный, то сколько бы ты ни послал любви, он не почувствует. И вот когда внутренний глаз открывается, внутренняя зрение, божественная любовь, внутренняя, тогда ты не можешь сказать ничего об этом. Поэтому был мастер Кабир, и он часто пел. Кто-то спросил ему. Скажи об истине, что? Он сказал только одну фразу. Если кто-то немой, если он съест определенную сладость, которая делается из-за того, что он не сможет. Из тростника сахарного. Она очень сладкая, вкусная. И этот человек, поскольку немой, он не может говорить. Но если он съест, а кто-то спросит его. И что? Какой вкус там? Что ты поел, что ты попробовал? Он не сможет сказать. Не может сказать. Не может сказать. Даже если кто-то хочет сказать слова, они пойдут у него. Так что вот об истине то же самое. Если кто знает истину, он начинает говорить, он останавливается. Потому что слова об истине не выходят из человека. Это истина, это то, о чем вы не можете говорить. А сознание, ты тоже не можешь говорить потом. Ты знаешь, что оно есть. Ты знаешь, что ты есть сознание. Но ты не можешь сказать. Что бы мастер ни говорил, очень многие мастера. И существуют очень большие книги в большом количестве. Библия, Коран, Апанишады. Так много книг об этом. Все эти книги происходят от просветленных мастеров. Но они ни одного слова об истине не сказали. Как только истинно будет облачена в слова, она исчезнет. Но они говорят. Постоянно говорят. Всю жизнь говорят. Каждый день беседы проводят. Но о правде, об истине они никогда не говорят. Ни один мастер не может говорить об истине. Как только начинает говорить, он замолкает. И так же вы не можете сказать ничего о любви. Вы можете понять, что она есть. Но вы не можете описать, сколько ее у вас. У вас есть любовь? Да, есть. И у вас просто какого цвета, какого вида она. Ты говоришь, ну нет ли цвета. А какая форма, сколько большая. Где границы у нее. Ты говоришь, нет границ. Ты не можешь говорить об этом, описывать. Ты знаешь, что у меня есть. Но сказать не могу, описать. Если кто-то чувствительный, он почувствует. Так же, когда мастер говорит об истине, о божественном, о любви. Они не говорят об истине. И те, кто почувствует, они могут чувствовать их присутствие. Они могут чувствовать эту истину. Только для этого мастер проводится сангей. Чем более вы осознанны, те очувствительны, тем более вы можете воспринять. Поэтому мастер говорит, будь открыт. Открой свой глаз, открой свое сердце. Когда сердце открывается, то эта истина проникает внутрь. И тогда сердце открывается еще больше. И третий глаз открывается еще больше. Когда сердце полностью открыто, ты знаешь. Тот, кто спрашивает, задает этот вопрос, ум, он растворяется там. Он исчезает. Когда он растворяется, тогда появляется реальность. Когда вы заканчиваетесь, истина приходит. Когда эго заканчивается, остается истина. Пока есть эго, истина не появляется. Мы ничего не знаем об истине. Пока у вас есть эго. Эго должно отойти в сторону, и тогда останется истина. Истина – это то, что только вы можете сами познать. Об истине невозможно говорить. Это ваш внутренний опыт. Иногда в медитации происходит какой-то опыт у вас. Иногда сердце ваше открывается, какой-то опыт приходит. Когда вы глубже идете, ближе к центру, какой-то еще опыт происходит. Когда ум отходит в сторонку, эго в сторонку отходит, вот тогда какой-то опыт вы получаете. И тогда, когда вы хотите описать это, вы не можете это описать. Даже вы пытаетесь, но это будет не то, что вы видели. Не то, что вы познали. Это очень сложно описать. Может понять только тот, кто был, кто прошел этот опыт. Он может понять. Иногда с людьми происходит какой-то опыт. Я говорю, никогда не говори, не рассказывай это никому. Рассказывай только тому, кто может это понять. То есть кто прошел. Мастеру, например. Или какому-то глубокому медитатору. Кто может принять, понять это. Может, у него даже не было этого. Ты это говоришь, он не понимает, а он будет чувствовать ревность к этому, зависть. Он не знает, ты прав или не прав. Не знает, действительно ли случилось с тобой, нет, что с ним-то не было. Только мастеру желательно говорить об этих вещах. Вот так вот. Со мной вот это произошло. А мастер знает все опыты. И может сказать, да. Ты прав или не прав, продолжать не продолжать. Иногда иллюзии тоже происходят, появляются. Иногда истинные опыты происходят, а иногда иллюзии. У ума очень много иллюзий. Так что вы не можете говорить об истине. Истину нужно познать. Это внутренний опыт. Что мы видим, что бы мы не познали, что бы мы не чувствовали, все это фальшиво во внешнем мире. По-вышему, это не фальшиво. Но для тех, кто знает истину, это фальшиво. Так что мастер говорит. Сапна есть, Сансар. Этот мир подобен снов. Это просто как снов. Это правильно, абсолютно верно. Что бы вы не познали, что бы с вами не происходило в жизни, это все сон. Каждую ночь вы спите. Пять часов, семь, восемь. И вы засыпаете. Вам снится сон. Если вы глубоко очень уснули, что-то видите. Кто-то видит очень странные сны или страшные. Какой-то лев, например, за вами бежит. Что-то вас убить, есть. И вы бежите по лесу, а за вами лев. И в итоге вы видите, что лев прыгает на вас. Вдруг вы просыпаетесь в страхе. Трясетесь. Ваше частое дыхание. Бьется сердце очень часто. И вы чувствуете, что вы как будто бы умерли. Лев съел вас. А, вы чувствовали, что вот уже почти умерли. А проснувшись, вы понимаете, что нет. Все в порядке. Нет никакого льва. Никто меня не съедает. Никакой смерти нет. Все в порядке. Спасибо. Я в безопасности. В порядке со мной. То же самое происходит в жизни. Это жизнь большой, сон. 60 лет длит, сон 70. Какой бы долгой жизни не было, это сон. Один день он закончится. Вдруг вы умрете, и этот сон будет закончен. А потом вы в новое рождение помните, и будет новый сон. Они закончатся только когда, когда вы будете полностью пробуждены. Тогда вы будете знать истину. Тогда вы скажете, это просто сон. Так что кто знает, он говорит, нет, это все не настоящее, нереальное. а истина это то, то, чем вы являетесь. Все, что вы видите вовне, это все приходит из вашего бессознательного. Истину вы познаете, когда ваше внутреннее зрение, глаз откроется. Но пока он не открыт, что бы вы не видели обычными глазами, для вас это, конечно, правдой кажется. Вы знаете это, это правда, это истина. Вы становитесь очень серьезными, счастливыми, очень печальными. Все, что с вами происходит в жизни, на вас это влияет. Вы или вниз идете, или вверх, радостные, подавленные. И для вас это правда, это истина для вас. Вы верите в это. А если мастер спорта, скажет, что это не истина. Вы познаете мир через тело и ум, но это способ, нет, не способ увидеть истины. Когда ваш внутренний глаз будет открыт, тогда вы познаете истину. Истина, она другая. А она отличается от фальши, как день и ночь. Как свет и темнота. Когда-то вы в темноте, ночью, кажется, все выглядит нереально, естественно. День, появляется свет, и вы видите все совсем другим. Вот, допустим, вы ночью были в этом месте. Вы не можете видеть стены, вот эти, не можете видеть деревья, просто везде темнота. И потихоньку ночь заканчивается, и приходит утро, вы начинаете видеть, вот дерево, вот цветы, вот стена, вот гора. Все вы можете видеть. А на когда вы в темноте, вы не можете видеть в темноте. Вы знаете, что это правда для вас, истинная реальность. А утром вы увидите все и поймете, так то была не истина, а вот она правда. Как вот во сне. Во сне вы тоже все у вас реально. Лев за вами бежит, и вы в страхе улегаете. ваше дыхание очень учащенное, тело трясется, дрожит. Но на самом деле никто вас не убивает, никто не гонится с вами. Но то был сон. А еще в жизни, когда мы страдаем, беспокойство, иногда мы очень беспокоены. все, мне конец, я ничего не могу поделать. Ничто ко мне не приходит. Очень подавленно становимся. Но когда пробуждаетесь, вы понимаете, о чем я думал вообще. Это был как сон. Я спал. истинно. Это истина, а не истина это не истина. Фальш это фальш. Как день и ночь отличаются друг от друга. Ночью вы видите одно, а днем совсем другое. Ночью вы заходите в свой дом, нет никакого света, допустим, вы не можете видеть, где стол, где стул, где стена, где дверь, где окно, не можете сказать, где что. Но тогда на тот момент для вас это истина, вы не можете видеть. Для вас истина то, что вы видите. Вдруг вы включаете сняв и видите все, а вот стол, вот стул и все вещи находятся на сверхместах. когда мы в темноте, это похоже на то, как вы находитесь в комнате, в которой нет света. Вы не знаете, куда идти, идете сюда, врезаетесь в стену, в стол, иногда падаете, так что вот это не настоящее. Когда вы все исключаете, вы знаете, как выйти, как пройти. Так же, когда в реальности, как в жизни, было во сне в жизни, вы не знаете, куда идти. А когда пробуждаетесь, вы четко и ясно видите все. Куда идти, что делать, как быть, тогда вы в истине. Когда истина приходит, вы знаете все.